Беременные и кормящие женщины, а также дети до трех лет в нашей стране имеют право ежемесячно, бесплатно получать молоко, каши, молочные смеси, соки, овощные и фруктовые пюре. С начала этого года в Одинцовском районе возникли перебои с выдачей этих продуктов. Причина – жалоба одного из поставщиков в региональное управление Федеральной антимонопольной службы. Кстати, она была признана необоснованной, но на проведение торгов повлияла. Как результат, с начала года Одинцовские мамы в настоящее будущее не могли получить положенное им питание. И вот долгожданное событие произошло. 16 мая все 27 пунктов выдачи питания для беременных и кормящих женщин, а также для детей младше трех лет в Одинцовском районе возобновили свою работу. При этом все полагающиеся по рецептам продукты на них можно получить сразу за три месяца – январь, февраль и март. В популярном Одинцовском паблике в одной из социальных сетей появилась информация, что питание можно получить только в крупных сетевых магазинах. И как результат – длинные очереди в двух пунктах выдачи и редкие посетители в других. Просто интернет-сообщество опубликовало недостоверную информацию. А получить полагающееся питание можно в одном из 27 пунктов. Их перечень опубликован на сайте администрации Одинцовского района. Ожидается, что питание за январь, февраль и март получат более 7 тысяч человек. Пункты выдачи будут работать до 31 мая включительно. При этом планируется, что контракты на 2, 3, 4 кварталы этого года заключат уже на этой неделе. А значит, перебоев с выдачей детского питания в Одинцовском районе больше не будет. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok